Добрый день! Это Пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 29 октября. Сегодня у нас тема проблемы теплой осени для пчел. И что надо делать? Вот я взял такую тему, потому что в этом году это актуально. Иногда осень в октябре преподносит нам сюрпризы пчеловодам. И в этом году это так и происходит. Некоторое время в сентябре было похолодание. Но октябрь месяц проявляет себя аномально теплым, я бы сказал точно так. И когда после похолодания начинается теплая, хорошая погода, и если будет совпадать несколько факторов, таких как наличие в улях, в гнезде рамок с пустыми ячейками, возможно, что и в центральных рамках пчеловод оставил пергу, и идет небольшой взяток, это может быть рапс, цветущие пыльциносы, вот как я и наблюдаю в данный момент, то пчеловод может столкнуться с таким явлением, как поздний расплод. Матка вполне может начать яйцекладку. Если это небольшой такой пятачок, там в центральной рамке, то в принципе ничего страшного от этого нет. Но если стоять будет теплая погода продолжительное время, то матка постепенно будет набирать яйцекладку. Вот темп. И расплод уже будет на нескольких рамках. Это происходит так, как весной. Сначала 100 яиц в сутки она отложила, может меньше, потом постепенно на следующие сутки 150-200 яиц, и все так, темп увеличивается больше и больше. И если пчеловод на это не будет обращать внимание, и все пустит на самотек, то неизвестно, как пчелиная эта семья перезимует, так как, ну, сами понимаете, на выкорм расплода, она же потеряет много кормов. И пчелы осенью съедят много меда, и за зиму они износятся, и к зиме там ни меда не будет, и пчелы будут ослаблены. Но предусмотрительный пчеловод всегда будет готов к непредвиденной ситуации. Вот осенью. Ну, это опытные пчеловоды в основном. И подготовить пчелиную семью к зимовке, так, чтобы не провоцировать пчел к расплоду в теплые осенние дни. Но я вам расскажу, как я это делаю сам, и почему я так делаю. Где-то в августе, когда я провожу ревизию семей, то обращаю внимание на то, чтобы в зиму шли только сильные, здоровые семьи. Я уже об этом постоянно говорю. Они, эти семьи, способны самостоятельно подготовиться к зимовке. И, как правило, с такими семьями нет проблем. Хочу напомнить, что тезис о том, что в сильных семьях все спасение, актуален будет всегда. И в данном случае это актуально. Но надо обратить внимание, чтобы в центральных рамках, даже сильных семей, в гнездах не было перги. На это я обращаю внимание. Если такие рамки есть, то я их переставляю на край. Перга нужна пчелам весной. Потому что весной интенсивно развивается семья. Ей нужен белок и углеводный корм. Если оставить пергу в центре гнезда, то это будет способствовать возникновению расплода. Появляется в центре гнезда расплод. А раз рядом мед, перга, то что надо для расплода? То все, что рядом есть, только нужно подтолкнуть семью, а это теплые дни, и семья начинает, и маточка начинает яйцекладку. Еще это тоже важно. В начале сентября я закармливаю сиропом, как говорится, залпом. Пчел нужно так закармливать. Почему? Большими порциями. Чтобы пчелы заливали все пустые ячейки и не давали матке откладывать яйца. В этом случае темп яйцекладки у матки, сами понимаете, постепенно будет снижаться. Постепенно, постепенно темп прекратится. Потому что будут заливаться ячейки все сиропом. После этого возобновить снова яйцекладку матки не так уж просто. Я вам скажу со своей практики. И надо дать сиропа столько, чтобы хватило на период зимовки. А уже на весеннее период следить на то, чтобы мед оставался вверху рамки, и он останется на весеннее развитие пчелам. Что здесь еще главное? Что нельзя делать перерыв в подкормке. Понимаете? И тем более, чтобы растянуть эту подкормку в течение нескольких недель. В результате этого, как бы мы будем семью пчел стимулировать на яйцекладку, они будут съедать этот корм небольшими порциями, если будем растягивать, и яйцекладка будет продолжаться. Вот этого делать нельзя. Также улей следует убрать излишнее утепление. Я уже тоже об этом говорил. Это подушки, покрывала какие-то, боковые утепления. Тем более, там закладывать соломой, мхом все это. И все это делать в сентябре, готовиться к зимовке. Нужно сверху оставить там холстик. Если он будет запропылесован, это будет хорошо. Теперь рассмотрим ситуацию, когда в благополучных, хороших семьях, сильных матки прекратили сеять, но с наступлением теплых дней, это уже в октябре, в семьях появился расплод. Почему так происходит? Если обратить внимание, то мы увидим, что пчелы интенсивно летают, носят воду, даже пыльцу. Если заглянуть в улью, в гнездо, то стенки влажные. Это говорит о том, что интенсивно выделяется влажный, этот отработанный воздух с гнезда, и водяные пары как бы оседают на стенках, а стенки у нас ночью охлаждаются, и влага конденсируется на этих стенках, и стенки от этого мокрые. Так же расплод может появиться, даже если пчеловод подготовит семьи, все правильно сделает. И это будет уже зависеть от линии и породы пчел данной семьи, от ее склонности к этому. Вот держать расплод допоздна. Ну, такой генотип у пчел. Ну, что пчеловоду в данном случае делать? Я бы посоветовать, так, пчеловоду, такие семьи нужно замечать, записать в журнал, и менять маток, или полностью менять эти семьи, если, ну, вот такое положение дел, их пчеловоду не устраивает. Ну, так же может и сам пчеловод спровоцировать семьи на расплод. Если в это время, считая, что кормов недостаточно, он посмотрел в октябре месяце, вот, решил, что я там мало дал кормов, и начнет подкармливать небольшими порциями, дозами эту семью. Ну, естественно, матка постепенно начнет яйцекладку, как я и говорил, и с каждым днем все больше будет откладывать яйца. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. Закормили в сентябре, все, больше никаких подкормок, сразу надо закармливать. Поздний расплод ни к чему хорошему не приводит. Этот поздний расплод, он только балластом является в семье. Пчелы от этого расплода никакой пользы не имеют, хотя кажется, что семья большая, но они волнуют семью, они и не доживают до весны, потому что, ну, смысла в этом нет. Самый лучший расплод молодые пчелы, когда они в хороших условиях, они вывелись в августе, там и в начале сентября. Вот это будут хорошие пчелы. Вот лично я оставляю и стараюсь оставлять зиму сильные семьи, потому что заметил, что в сильных семьях и здоровых с прекращением взятка матки постепенно начинают снижать яйцекладку, понимаете? Ведь уже в августе взяток прекращается в нашей местности, допустим, он постепенно и сходит на нет. И постепенно в этих хороших, сильных семьях и маточка постепенно начинает снижать яйцекладку и прекращают ее. Все нормально в этих семьях. А вот в слабых семьях, что я заметил, матки сеют непрерывно. Тем более, если эти слабые семьи еще пораженные клещом или больные, и эти семьи, и матка, и пчелы стараются нарастить как можно больше биологическую массу пчел для зимовки. Вот почему слабые семьи, они и в сентябре у них расплод, и в октябре, и в ноябре. То есть они, как бы считая, что у них недостаточно пчел, они вот наращивают эту массу. Поэтому я советую не оставлять слабые семьи, а лучше их слабые семьи объединять с сильными. Такие семьи слабо нерационально их оставлять. Лучше объединить с сильными семьям. Но все же, что пчеловоду делать, если в семьях есть расплод, они проверили, и вот в октябре есть расплод. Ну, в первую очередь, я советую, это надо сделать так, чтобы уля стала прохладной. Убрать, утепление убрать, литки открыть полностью. Если есть возможность, то поверх гнезда можно положить сетку. Сетку, чтобы вентиляция была лучше. Или сетчатое дно, если можно что-то там премудрить, что-то сделать, чтобы вентиляция была. Сетчатое дно, у кого такие ули, то это хорошие ули. У них обычно, если взять внимание именно в вентиляцию, то у них проблем с этим нет. И вот тогда пчелиная матка постепенно будет прекращать снижать яйцекладку. Эта мера помогает. Но если и это не помогает, то надо все-таки радикальный способ. Какой это? Я этот способ не применяю, но я знаю, что есть пчеловоды, они этим пользуются. Это изолятор. Изолятор. Туда помещают матку, но лучше всего в изолятор помещать матку вместе с расплодом, который там есть, и с рамкой. И этим самым как бы не давать пчелам и матке бегать по рамкам и сеять. Пускай она уже сеет на одной рамке. Ну, а когда уже освободится этот расплод, когда уже похолодает, образуется клуб, тогда можно достать изолятор вместе с рамкой, и тогда уже зимовка пойдет дальше. Вот. И расплода не будет. Значит, посмотрите, какой вот у меня изолятор. Я его приготовил на всякий случай. Правда, я им не пользовался никогда, потому что у меня, в принципе, зимовка и осеннего расплода не бывает. Вот. Но у меня есть такие изоляторы. Смотрите, значит, рамка, сам изолятор, он каркас изготовлен и передняя и задняя стенка из разделительной решетки. Пчелки пролазят туда, а маточка выйти, она же яйца ложит, она полненькая, и поэтому выйти оттуда не может. И мы в рамку с расплодом вместе с маточкой помещаем помещаем ее в изолятор. Вот. Закрываем здесь плотно, я закрываю планочками, и помещаю в центр гнезда. Вот. И маточка на этой рамке работает. И тогда уже, когда уже семья, значит, войдет в период холодов, когда похолодает, тогда можно уже убрать изолятор, рамку вытянуть. Вот. Или ее, эту рамку, если там расплод есть, значит, на край, или ее убрать. Вот. Она будет, расплод там с клещами, можно ее убрать. И, значит, дальше, что, значит, с этой семьей делать, вот, когда вы увидели, что там расплод, и много расплода, вы увидели, что там и кормов мало, и, значит, надо проконтролировать наличие кормов у такой семьи. Вот. Пчелы же могли и расходовать, и много кормов. И центральные рамки, где расплод, там вовсе может быть, кормов не быть. Вот. Значит, что в таком случае? Нужно обязательно что-то сделать. Во-первых, эти рамки, которые без меда, оставлять нельзя. Их нужно просто убрать из гнезда из семьи. Вот. И лучше всего будет из склада, а это надо предусмотреть, чтобы на складе были вот такие полнометные рамки, их поставить туда вместо этих удаленных. Ну, а если уже хотите, расплод там остался, ну, на край ставьте тогда. Но в центральной рамке должны быть с кормом. Потому что, если там будут пустые рамки, значит, пчел не будет садиться на этих, они разделятся, и семья может погибнуть. Ну, и еще в дополнение к этому я скажу, что не следует только закармливать пчелы или подкармливать вот данной ситуации. Лучше дать медовые рамки, но ни в коем случае нельзя снова кормить сахарным сиропом, так как это сильно износит этих пчел, которые и так износились на расплоде, выращивая расплод. Лучше всего, я сказал, заменить рамки со склада взять, с медом, а потом можно зимой, там, ближе к весне, положить канди, или рамки сверху плашмя положить, то есть, ну, тут уже фантазия у пчеловода, вот, но ни в коем случае нельзя снова начинать сахарным кормом закармливать, потому что вы совершенно заубьете этих пчел, вот это делать нельзя. Ну, вот у меня все. Всем удачной зимовки, пишите в комментариях о себе, о состоянии своих семей на пасеке, делитесь своим опытом, мнением, задавайте вопросы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok